Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сегодня я хочу рассказать о целой серии книг, предназначенных для наших самых маленьких читателей. Дэвид Макки, Элмер. Кто такой Элмер? Ну, мы-то с вами все, конечно, знаем. Слон редкий, полосатый. Ага, дальше сами продолжите. Но это тоже свон, только не полосатый, а, внимание, клетчатый. Вот есть простые, но бесконечно привлекательные ходы, приемы, которые используют художники и авторы детских книг. Вот этот вот простейший прием, когда берется слон, слоновье стадо, который так и называется, стадо, живет в Африке, обладает какими-то определенными повадками, и добавляется фантастическая деталь, и получается книжка, которая просто ласкает глаз, и воображение будет на ура. Берется обычный слон и раскрашивается в клеточку. Причем не просто в клеточку, не подумайте, что все так скучно, да, а в самую разноцветную клеточку. Здесь есть и синие, и желтые, и красные, и черные, и розовые клетки, какие вашей душе угодно. Вот такой разноцветный слон живет в джунглях. А Дэвид Макки, британский художник и писатель, рассказывает его историю. Прежде всего, о Белмере надо сказать, что у него потрясающее чувство юмора, и дети будут смеяться вместе с вами, когда вы прочтете эти истории. Следующее, что о нем надо сказать, это то, что он отчетливо понимает свою особенность. И для тех детей, которые, ну допустим, не будем говорить о грустном, да, ярко-рыжие, веснущатые, или в младшей школе вынуждены наносить очки, да, в которых глазки изначально близоруки. В общем, все те дети, которые испытывают какое-то неудобство, я, например, левша с рождения, знали бы вы, как это неудобно, да, но левши меня понимают, остальные все удивленно поднимают бровь. Что здесь может быть такое? Слушайте, попробуйте кушать ногами. Вот вы сразу поймете, что это такое, когда все двери в этом мире открываются не в ту сторону, все ручки приделаны не там, где надо, кнопки расположены в самом неудобном месте, и, уверяю вас, вы оцените, что такое мир с точки зрения левши. Вот так и Элмер. Он прекрасно осознает о том, что он такой уникальный, да, разноцветный, клетчатый, но при этом живет припеваючи и, в общем-то, радует все остальное своновье стада. Его все обожают, все кричат Элмер, Элмер, когда, значит, его видят, и его любят другие животные в джунглях, и с ним все время приключаются какие-то забавные истории. Вот в самой первой книжке Элмер выдумал спрятаться, он выдумал перекраситься, он нашел ягоды слоновьего серого цвета и смазался в их соке, да, и стал неотличим от многих-многих десятков других слонов. Ну, в общем-то, чувство юмора Элмера не давало ему покоя, и когда он видел этих спокойных слонов, жующих спокойно, он сделал, естественно, вот это вот. Вот, сейчас я покажу вам. Вот, вот он всех рассматривает, он такой же одинаковый, такой же, как и все, да, вот это вот замечательное бууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Полетели все кувырком, да, но потом, когда пошел дождик и краску с Элмера смыло, все вместе с ним стали безудержно смеяться, потому что так до этого до сих пор никому из слонов не приходило в голову спрятаться, перекраситься, да. С тех пор каждый год все слоновье стадо празднует День Элмера, вот он изображен, когда Элмер, единственный из его стадо, красится в одинаковый серый цвет, он теперь не клетчатый в этот день, он обычный слон, а все остальные слоны наоборот раскрашиваются в удивительные совершенно узоры, которые, ну, просто здесь фантастически разнообразны, не буду описывать на картинке. Вот, это только первая книжка про Элмера, потому что следующий, Элмер и пропавший мишка, снова Элмер, и Элмер и Уилбер, это только начало целой серии, да, книжек очень много про Элмера, и они будут выходить, я надеюсь, с завидной регулярностью, потому что фантазия художника-автора неистащима. Вы думаете, вот на этой картинке Элмер встречается с Уилбером, это, конечно же, его родственник, видите, они очень похожи, только Уилбер в смон шахматный, не просто клетчатый, а еще в шахматную клеточку. Вот, казалось бы, после прочтения первых трех книжек, многие ходы исполнены, чтобы еще такого выкинуть в детской истории, ни за что не догадаетесь. Мало того, что Уилбер обладает таким же замечательным чувством юмора, как Элмер, и вы, в общем-то, посмеетесь в этой книжке, он еще и чревовещатель. Вот, что бы только ни пришло в голову, но не это. И чревовещатель, он очень хороший, поскольку вводит в заблуждение всех слонов из этого стада, да, которые его ищут. А он в это время говорит голосами других зверей. Ну, вы это все увидите, да. Самое интересное в этих книжках, это то, что, еще раз говорю, очень простой ход, берем, рисуем слоника, раскрашиваем его в яркие-яркие клеточки. Срабатывает на, ну, не знаю, на 100%. Настолько получились красочные книги, настолько яркие, настолько привлекательные, выразительные, что когда рассматриваешь эти джунгли, которые нарисованы для Элмера и Уилбера, и их друзей, когда рассматриваешь этих зверей, обитателей джунглей, то, в общем-то, радуешься как ребенок. Это в чистом виде радость для глаз, в чистом виде наслаждение цветом, наслаждение вот этой вот пестрой гаммой, ну, и, в общем, тонким юмором, потому что книги, они очень ироничные, они очень забавные, и когда вы будете читать, вы увидите, что здесь скрыто за простыми историями, смешными для детей и взрослых, еще и очень хорошее понимание человеческого общества, да. Вот. Можно быть счастливым, будучи непохожим на все свое остальное стадо, да, серых свонов. Можно быть и нужно быть счастливым, если ты не такой, как всех. И самое главное, люди должны понимать, что особенности человека, это не только его недостатки, но и его достоинства. И чувство юмора помогает преодолеть любые совершенно препятствия в общении, что тоже в каждой странице этой книги утверждается. Я вас призываю полистать книги Дэвида Макки, потому что раньше они у нас не выходили, и вы их можете найти, насколько я понимаю, только в издании, издательского дома «Самокат», вот в этой серии. Чудесный совершенно клетчатый слон теперь, я думаю, в нашей мифологии дополнит, прекрасно дополнит слона редкого полосатого, и следствие ведут колобки. Читайте, наслаждайтесь, лучшие книги для детей, ярчайшие, веселые, изумительно остроумные и изобретательные. Да, это Дэвид Макки и его Элмер «Клетчатый слон». Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.